Добрый вечер, Павел Яковлевич. Ваш комментарий появились сегодня? Ошибки в обороне. Начались у нас брак в передачах. В общем, не стало получаться. Скорее всего, наверное, еще в первом тачи сопутствовало больше нам удачи, где мы создали столько моментов. Я, наверное, не припомню в этом чемпионате, сколько мы создали голевых моментов. Реализуя все эти моменты, конечно, результат это было бы совершенно другим. А так, я говорю, доволен 60 минутами. 30 минут мы оставили сзади и двигаемся дальше. Так, а есть проблема, Павел Яковлевич, с такой преусловутый переход с улицы под крышу и на оборот? Есть такая проблема вообще? Да, я считаю, что, наверное, сегодня были те условия, которых лучше не придумать. Сегодня самый идеальный лед, не ветра, ничего. Я думаю, что для нас это, наверное, все-таки плюс, потому что мы уже 4 игры проводили и в мороз, и снег, и плохой лед. И в таких условиях, которые мы очутились, да, в таких условиях. Это, я говорю, просто превосходные условия. Я думаю, что они нам пошли на пользу эти 60 минут поиграть в прекрасный хоккей. Первый ударник Алексей Ячков, наш земляк. В этом сезоне он приваял, да? Ну, Алексей, он как играет, так играет, добавляет с каждым годом. Я думаю, что это задача каждого игрока, да, от сезона к сезону прибавлять. Алексей молодец, играет в хороший хоккей. Он заслуживает вызов в сборную? Ну, про сборную давайте мы не будем говорить, да, мы разговариваем пока о клубных командах и об этом матче конкретно. Так, а последний, Павел Яковлевич, вы искусственного обстота не тренируете? Или в хоккейс ночевать невозможно? Я думаю, что Кузбасс постоянно. Нет, ну почему? Мы тренируем просто игроки Кузбасса, они не знают, что они делают в офсайде, а мы играем плотную оборону. И тут никакой офсайд мы не планировали делать. Если Кузбасс кота это офсайдит, это, наверное, их проблема. Победа, Дмитрий Анатольевич, ваше комментарии по игре. Спасибо за поздравление, но у нас сегодня, наверное, скажу так, произошла подмена стереотипов. Вышли, подразумевалось, что с уверенностью, но у нас все-таки мы вышли самоуверенные на этот матч. И как должное строитель вел, если не ошибаюсь, там минут 30, 2-1. И по сути где-то этот результат был подкреплен движением соперника. Они были нас быстрее, они были более заряжены на победу. Помаленьку, потихоньку, скажем так, ситуация стала исправляться, но не настолько кардинально. И по факту мы сегодня провели, наверное, минут 20, сыграли только минут 20 в соответствии с нашими требованиями, которые мы хотим видеть на поле. Команду, которую хотим видеть на поле, остальное, это было такое подобие, что ли, игры. Такие мои комментарии. Очень много уголов, положений вне игры. Судя фиксировано, чем вы это объясняете? Чем объясняю? Торопились? Объясняю это тем, что нападающие не могут правильно выбирать, спрогнозировать вот этот пас и не могут правильно выбрать позицию для получения этого мяча. Надо немножко бежать, когда есть много пространства за спиной, надо бежать из глубины. Вот и все. Здесь арифметика простая. Но все-таки игра, постоянная на грани вне игры себя оправдала. В итоге переломили встречи. Да здесь я не скажу, что именно это положение вне игры повлияло, на грани. Я повторюсь, мы сыграли где-то минут 20, наверное, в матче сегодня. И как раз за эти 20 минут мы показали неплохой хоккей и взаимодействие впереди. Это была действительно хорошая игра с хорошими моментами. Как раз мы, наверное, там забили мяча, наверное, 4, если я не ошибаюсь. Остальное было, мы, можно сказать, иной раз даже и мучились. Поэтому сегодня мы провели очень плохой матч. Ну, во втором тайме 5-1, 3-2, 5-1. Команда в хорошем физическом состоянии. Нет, не в хорошем. Нет? Ну, результат второго тайма. Пусть результат не вводит в заблуждение никого. У нас есть определенные требования, и мы их должны выполнять в каждом матче. Сегодня мы их не выполнили. Вратарь, мы против двигать? Пока стараемся мы давать игровое время, равноценное, чтобы они, скажем, не засиживались. Скажу, Максим Блинков заслужил. Вот этот вот, чтобы процесс именно пошел таким образом. И пока мы даем вот играть двоим вратарям где-то вот равноценно, примерно по раму. Спасибо.